Урок 1. Сюрприз в отчёте о продажах. Привет, Анна, вы видели последний отчёт о продажах? Привет, Джон, да, я это видела. Она неуклонно росла. Отличная новость. Наши усилия окупаются. Определённо. Отрадно видеть, что наш тяжёлый труд отражается в цифрах. Абсолютно. Это мотивирует нас двигаться вперёд. Я согласен. Нам следует продолжать изучать новые стратегии для поддержания этого роста. Думаю, нам также следует проанализировать данные, чтобы выявить какие-либо закономерности или тенденции. Неплохая идея. Это поможет нам принимать обоснованные решения в будущем. Именно так. Нам необходимо действовать на опережение и адаптироваться к изменениям рынка. Не могу не согласиться с этим. В современной деловой среде очень важно быть гибким. Абсолютно. Мы также должны сообщить команде об этих положительных результатах. Да, совместное использование успеха поднимет боевой дух и создаст ощущение единства. Я рада, что мы пришли к единому мнению. Наша командная работа сыграла важную роль в этом прогрессе. Определённо. У нас отличная команда. И я уверен, что мы добьёмся ещё большего. Я тоже так считаю. Давайте продолжим в том же духе и будем стремиться к ещё более высоким целям. Урок 2. Продвижение бренда. Привет, Анна. Я согласен. Это создаёт сильный имидж бренда. Как вы думаете, эта компания повысит нашу узнаваемость? Безусловно. Привет, Джон. Компания призвана вызвать ажиотаж и привлечь внимание. Отлично. Нам нужно сделать так, чтобы наше послание находило отклик у целевой аудитории. Определённо. Нам следует сосредоточиться на создании интересного контента, отвечающего их потребностям. Я полностью согласен. Увлекательное повествование может оставить неизгладимое впечатление. Да. Рассказывание истории гуманизирует наш бренд и помогает наладить эмоциональную связь. Абсолютно. Очень важно вызывать эмоции, соответствующие ценностям нашего бренда. Я думаю, что использование пользовательского контента также может улучшить нашу компанию. Хорошее замечание. Контент, созданный пользователями, добавляет аутентичности и укрепляет доверие. Именно так. Это позволяет нашим клиентам стать защитниками нашего бренда. Я верю, что использование платформ социальных сетей расширит охват нашей компании. Согласовано. Социальные сети – это мощный инструмент для непосредственного взаимодействия с нашей аудиторией. Нам также следует сотрудничать с влиятельными лицами, чтобы расширить узнаваемость нашего бренда. Это разумный шаг. Инфлюенсеры могут помочь нам выйти на новые рынки. Я думаю, что оценка результативности компании имеет решающее значение для оценки ее успеха. Непрерывная оптимизация на основе анализа данных – ключ к долгосрочному успеху. Не могу не согласиться с этим. Мы должны адаптировать и усовершенствовать наш подход по мере необходимости. В самом деле. Динамичная маркетинговая стратегия позволяет нам опережать конкурентов. Уверен, что эта компания повысит присутствие нашего бренда на рынке. Урок 3. Приключения в сфере художественных принадлежностей. Привет, Анна. Увидимся в субботу. Не могу дождаться нашего приключения по поставкам предметов искусства. Привет, Джон. Я тоже. Будет очень весело прогуляться по художественному магазину. Определенно. Мне не терпится открыть для себя новые кисти, краски и холсты. То же самое и здесь. Мне интересно, какие средства и методы мы можем попробовать. Это будет творческое путешествие. Надеюсь, мы найдем уникальные и вдохновляющие материалы. Абсолютно. Я с нетерпением жду возможности найти яркие цвета и интересные текстуры. Я согласен. Пробуя что-то новое, мы расширяем границы и способствуем инновациям. Мне особенно интересно попробовать технику акварели. А как же ты? Отличная идея. Комбинируя различные элементы, можно создать визуально ошеломляющие изделия. Мне также не терпится просматривать книги по искусству и черпать вдохновение. Да, изучение работ известных художников может преподать нам ценные уроки. Я надеюсь найти уникальные художественные принадлежности, которые нелегко найти в другом месте. В этом прелесть посещения художественного магазина. Это похоже на охоту за сокровищами. Абсолютно. Уверен, мы наткнемся на скрытые драгоценные камни. Мне не терпится увидеть, что мы создадим из наших вновь обретенных материалов. Я тоже. Этот день будет наполнен творчеством и творчеством. Давайте обязательно задокументируем наши приключения по поставкам произведений искусства с помощью фотографий и видео. Отличная идея. Мы можем поделиться своим опытом и вдохновить других раскрыть свой творческий потенциал. Я в восторге от субботы. Это будет незабываемый день. Урок 4. Планы комедийного шоу. Привет, Анна. Посмотрим. Сегодня вечером будет комедийное шоу. Звучит неплохо. Привет, Джон. Звучит как отличная идея. Мне не помешало бы хорошенько посмеяться. Идеальный. Во сколько начинается шоу? Думаю, все начинается в 20.00. Чтобы занять хорошее место, нам следует приехать чуть раньше. Безусловно, наличие хороших мест улучшит впечатление. Я согласен. Смех заразителен, а близость к сцене добавляет энергии. Я с нетерпением жду новых комиков и их уникальных стилей. Я тоже. Всегда интересно видеть разные подходы к комедии. Надеюсь, у них будет разнообразный состав с разными комедийными жанрами. Это было бы просто замечательно. Приятно исследовать разные типы юмора. Мне нравятся наблюдательные комедии и остроумные однострочные произведения. А как же ты? Я ценю умную игру слов и саркастический юмор. Это всегда заставляет меня смеяться. Здорово, что комедия может удовлетворить разные вкусы и объединить людей. Я согласен. Они прилагают все усилия, чтобы развлечь нас и заслуживают наших аплодисментов. Интересно, примут ли они участие зрителей во время шоу? Это было бы забавно. Это добавляет элемент неожиданностей и азарта. Мы должны быть готовы к спонтанным моментам и сообразительным ответам. Абсолютно. Все это часть веселья и непредсказуемости живой комедии. Я рада, что мы идем на шоу вместе. Это будет незабываемый вечер. Я тоже. Мне не терпится поделиться смехом и оставить незабываемые воспоминания. Давайте приготовимся и отправимся на комедийное шоу. Вечер будет отличным. Привет, Анна. Как и молоко, яйца и хлеб, нам также следует запастись фруктами и овощами. Безусловно, привет, Джон. Сбалансированная диета важна, а свежие продукты необходимы. Думаю, нам следует купить разнообразные фрукты, такие как яблоки, бананы и апельсины. Отличная идея. Давайте также соберем ягоды для полезного и вкусного перекуса. Я согласен. Черника и клубника богаты антиоксидантами. Не стоит забывать об овощах. Давайте возьмем листовую зелень, например, шпинат и капусту. Определенно. Кроме того, мы можем купить несколько универсальных овощей, таких как морковь и сладкий перец. Я думаю, что для диеты, богатой питательными веществами, важно сочетать разные цвета. Вы правы. Яркие цвета указывают на множество полезных питательных веществ. Нам также следует подумать о добавлении белка в наш список покупок. Абсолютно. Давайте возьмем нежирные куриные грудки и тофу в качестве источников белка. Не забывайте о полезных жирах. Для этого мы можем купить авокадо и орехи. Отличное предложение. Авокадо очень вкусное и богато полезными жирами. А орехи. Такие как миндаль и грецкие орехи, являются удобной и питательной закуской. Нам также следует проверить кладовую на наличие основных продуктов, которые необходимо пополнить. Хорошие замечания. Возможно, нам понадобятся рис, макароны и консервы, такие как бобы или помидоры. Давайте не будем забывать об увлажнении. Бутилированная вода или травяные чаи также должны быть в списке. Согласовано. Предотвращение обезвоживания важно для общего состояния здоровья и благополучия. Прежде чем отправиться в магазин, давайте убедимся, что у нас есть многоразовые сумки. Абсолютно. Давайте не будем забывать о сокращении пластиковых отходов и использовании экологически чистых продуктов. Я рада, что мы вместе принимаем здоровые решения. Это выгодно для нас обоих. Я тоже. Приятно отдавать приоритет своему благополучию, осознанно покупая продукты. Давайте составим список покупок и отправимся в магазин. Мы на пути к более здоровому образу жизни. Я готова. Давайте сделаем выбор в пользу питательных веществ и насладимся процессом выбора продуктов. Абсолютно. Давайте сделаем покупки продуктов приятным и полезным занятием. Урок 6. Удовольствие от пикника в саду. Привет, Анна. Справлюсь. Я с нетерпением жду нашего пикника в саду в эти выходные. Привет, Джон. Я тоже. Это будет восхитительная встреча на свежем воздухе. Думаю, нам стоит приготовить сэндвичи для пикника. Звучит очень вкусно. Мы можем приготовить множество сэндвичей с разными начинками. Давайте включим некоторые классические блюда, такие как индейка и сыр, а также несколько вегетарианских блюд. Отличная идея. Мы можем приготовить овощной сэндвич с овощами на гриле и хумусом. Я также возьму с собой несколько освежающих напитков, таких как лимонад и чай со льдом. Идеальный. Это поможет нам сохранять прохладу и увлажнение во время пикника. Нам также следует взять с собой закуски, такие как чипсы, крендели и свежие фрукты. Да, сочетание соленых и сладких закусок удовлетворит все предпочтения. Думаю, нам стоит взять с собой одеяло, чтобы посидеть и полюбоваться видом на сад. Определенно. Это сделает пикник более комфортным и уютным. Мы также можем взять с собой игры на свежем воздухе, чтобы развлечься. Отличная идея. Как насчет набора для фризби или бадминтона? Отличный выбор. В них весело и легко играть на открытом пространстве. Нам также следует взять с собой солнцезащитный крем и средства от насекомых. Абсолютно. Мы хотим защитить себя от солнца и надоедливых насекомых. Я обязательно принесу посуду и салфетки для удобства. Это вдумчиво. Это облегчит прием пищи и уборку. Мы должны пригласить нескольких друзей на пикник. Хорошая мысль. Это сделает собрание более приятным и оживленным. Мне не терпится проводить время на свежем воздухе в окружении природы. Я тоже. Это отличная возможность расслабиться и расслабиться. А еще мы можем сделать несколько красивых фотографий в саду. Определенно. Живописная местность предоставит отличные возможности для фотографирования. Не могу дождаться наступления выходных. Это будет фантастический пикник. Я согласен. Давайте сделаем этот день незабываемым, наполненным хорошей едой и смехом. Урок 7. Принципиальный подход к переговорам. Привет, Анна. Вы слышали о принципиальном подходе к переговорам? Привет, Джон. Да, я с этим знаком. Основное внимание уделяется взаимной выгоде и сотрудничеству. Верно. Она направлена на поиск решений, выгодных обеим вовлеченным сторонам. Это более конструктивный и справедливый подход по сравнению с традиционными методами ведения переговоров. Абсолютно. Это способствует открытому общению и пониманию. Вместо того, чтобы сосредоточиться на должностях, она подчеркивает интересы и потребности. Изучая основные интересы, мы можем найти творческие решения. Речь идет о поиске точек соприкосновения и достижении взаимовыгодных результатов. Именно так. Это способствует сотрудничеству, а не конкуренции. Нам также следует учитывать важность поддержания отношений во время переговоров. Это очень важный аспект. Укрепление доверия и взаимопонимания очень важно. Это помогает создать благоприятную среду для решения проблем. Нам также следует активно прислушиваться к точке зрения другой стороны. Активное слушание позволяет нам понять их опасения и найти общие черты. Важно отделить людей от проблемы. Сосредоточившись на проблеме, мы сможем избежать личных конфликтов. Мы также можем разработать несколько вариантов и провести мозговой штурм вместе. Таким образом, мы сможем найти творческие решения, отвечающие потребностям обеих сторон. Также важно быть объективным и использовать справедливые критерии принятия решений. Справедливые критерии гарантируют, что результат основывается на заслугах, а не на личных предубеждениях. В принципиальных переговорах речь идет о поиске наилучшего общего решения. Верно. Дело не в том, чтобы выиграть за счет другой стороны. Мы можем применять этот подход к различным ситуациям, как личным, так и профессиональным. Абсолютно. Это ценный навык, которым можно владеть в любом сценарии переговоров. Сосредоточившись на взаимной выгоде, мы сможем укрепить отношения и добиться лучших результатов. Я согласен. Это приводит к заключению более выгодных и устойчивых соглашений. Давайте будем применять принципиальный подход к переговорам в наших будущих обсуждениях. Похоже на план. Это улучшит наши навыки решения проблем. Я очень рад видеть, какое положительное влияние это может оказать на наше взаимодействие. Урок 8. Комплексное планирование. Привет, Анна. Я думала о нашем предстоящем проекте. Думаю, на этом все. Мы можем обсудить сроки и задачи. Привет, Джон. Звучит как хорошая отправная точка. Давайте сначала рассмотрим сроки. Нам следует разбить проект на небольшие этапы с конкретными сроками. Таким образом, мы сможем отслеживать прогресс и соблюдать график. Именно так. Это также поможет нам приоритизировать задачи и эффективно распределять ресурсы. Мы должны учитывать зависимости между задачами, чтобы избежать узких мест. Согласовано. Определение критических путей поможет нам управлять потенциальными рисками. Мы также должны распределить роли и обязанности между каждым членом команды. Это важно для подочетности и эффективного сотрудничества. Как только у нас будет четкий график и поставленные задачи, мы сможем обсудить ресурсы. Нам следует оценить, что нам нужно с точки зрения рабочей силы, материалов и инструментов. Очень важно убедиться, что у нас есть все необходимое для бесперебойной реализации проекта. Нам также следует учитывать любые потенциальные ограничения или ограничения. Таким образом, мы сможем активно решать их и находить подходящие альтернативы. Коммуникация – еще один важный аспект нашего планирования. Нам следует организовать регулярные проверки и обновлять информацию о встречах, чтобы держать всех в курсе событий. Это поможет нам оперативно решить любые проблемы или проблемы. Нам также следует разработать коммуникационный план для обеспечения эффективного потока информации. Абсолютно. Четкая и лаконичная коммуникация – ключ к успеху проекта. Как только мы подготовим все эти элементы, мы сможем создать подробный план проекта. План должен включать всю необходимую информацию и рекомендации. Он послужит дорожной картой, которой мы будем руководствоваться на протяжении всего проекта. Нам также следует проявлять определенную гибкость, позволяющую учитывать непредвиденные обстоятельства. Это хорошее замечание. Адаптивность имеет решающее значение в динамичной среде. Наконец, нам следует регулярно анализировать и оценивать наш прогресс. Непрерывный мониторинг поможет нам внести необходимые коррективы на этом пути. Думаю, мы рассмотрели все важные аспекты планирования. Да, я уверен, что у нас есть прочная основа для продвижения вперед. Давайте доработаем план и передадим его команде для обсуждения. Отличная идея. Сотрудничество и обратная связь только укрепят наш план. Я очень рад, что этот проект воплощается в жизнь. Благодаря нашему комплексному планированию мы начали отлично. Урок 9. Идеальный подарок. Привет, Анна. Когда дело доходит до подарков, важно приложить усилия, чтобы найти идеальный подарок. Привет, Джон. Не могу не согласиться с этим. Продуманный подарок показывает, что мы заботимся и ценим того, кто его получает. Абсолютно. Стоит уделить время пониманию интересов и предпочтений человека. Зная, что им нравится, а что нет, мы можем выбрать подарок, который понравится им лично. Это не обязательно должно быть экстравагантно или дорого. Иногда самые маленькие жесты имеют наибольшее значение. Это правда. Сердечная записка или изделия ручной работы часто могут оставить неизгладимое впечатление. Также полезно обратить внимание на тонкие намеки или сигналы, которые собеседник, возможно, упустил в разговоре. Да, внимательное слушание может дать ценную информацию о том, что человек может оценить в качестве подарка. А если вы не уверены, не стесняйтесь обращаться за предложениями к их близким друзьям или членам семьи. Получение информации от тех, кто хорошо знает этого человека, поможет вам принять правильное решение и обеспечить успешный подарок. При выборе подарка важно учитывать образ жизни и увлечение человека. Подарок, соответствующий их интересам, показывает, что вы цените их увлечение и поддерживаете их увлечение. И не забывайте об элементе неожиданности. Иногда неожиданные подарки могут быть самыми запоминающимися. Это правда. Удивить кого-то продуманным подарком может принести радость и волнение в его день. Также важно помнить, что настроение, лежащее в основе подарка, важнее его денежной стоимости. Абсолютно. Мысль и усилия, вложенные в выбор подарка, красноречиво говорят о ваших отношениях с этим человеком. И помните, ничего страшного, если вы не всегда все делаете правильно. Важно то, что вы старались изо всех сил. Это важный момент. Важны намерения и усилия, а не достижение совершенства. Итак, возьмите на себя задачу найти идеальный подарок. Я верю в тебя. Спасибо за поддержку. Я приложу все усилия и обязательно найду что-то значимое. Удачи в поиске подарков. Уверен, вы найдете что-то, что вызовет улыбку на их лице. Спасибо. Я ценю вашу поддержку. Я сделаю все возможное, чтобы сделать этот подарок особенным и незабываемым. Не сомневаюсь, что вы добьетесь успеха. Твоя вдумчивость и забота помогут тебе сделать свой выбор. Это очень много значит. Продолжая поиск, я буду помнить ваши слова. Спасибо за то, что вы в меня поверили. Добро пожаловать. Я здесь, чтобы подбодрить вас. Не могу дождаться, когда услышу о том чудесном подарке, который ты найдешь. Я обязательно поделюсь радостью с вами. Еще раз благодарю вас за поддержку и позитив. Мне очень приятно. Удачи, и я с нетерпением жду возможности отпраздновать радость дарить вместе с вами. Урок 10. Изучение новых кафе. Привет, Анна. Вы посетили новое кафе в центре города. Привет, Джон. Да, я пошел туда вчера пообедать. А, правда. Каков был ваш опыт? Это было просто потрясающе. Атмосфера была уютной, а персонал был дружелюбным. Звучит отлично. Какую еду они подают? У них разнообразное меню с вариантами на любой вкус. Я съел вкусный сэндвич. Я рада это слышать. У них были вегетарианские блюда. Да, они это сделали. У них было несколько вегетарианских блюд, включая салаты и пасту. Отлично. Я сам предпочитаю вегетарианские блюда. Вам обязательно стоит попробовать. Вкусы были исключительными. Обязательно приеду в ближайшее время. У них были какие-нибудь фирменные напитки? Да, они пили разнообразные фирменные сорта кофе и чая. Я любитель кофе. Были ли у них уникальные смеси? Абсолютно. У них была фирменная смесь, насыщенная и ароматная. Я с нетерпением жду возможности попробовать это. В кафе было многолюдно. В обеденное время было очень людно, но мне удалось найти место. Приятно знать. Я учту это и буду планировать соответствующим образом. Его стоит посетить, особенно если вы любите уютную атмосферу. Мне нравится отдыхать и пить чашечку хорошего кофе. Кажется, кафе идеально подходит для этого. Безусловно, так оно и есть. Это отличное место для отдыха и спокойного времяпрепровождения. Я ценю вашу рекомендацию. Я обязательно приеду в ближайшее время. Уверена, вы прекрасно проведете время. Дайте мне знать, как все идет. Абсолютно. Я поделюсь с вами своим опытом. Спасибо, что рассказали мне о новом кафе. Урок 11. Планирование медового месяца. Привет, Анна. Я нашла прекрасный курорт для нашего медового месяца. Он идеально подходит для нас. Привет, Джон. Это здорово. Покажите мне фотографии. Посмотрите на этот захватывающий вид на пляж. Это невероятно. Ух ты! Это потрясающе. Мне не терпится расслабиться и полюбоваться закатами там. И посмотрите на эту большую удобную кровать. Она так привлекательна. Выглядит невероятно уютно. Я уже могу себе представить, что смогу хорошо выспаться. Курорт также предлагает различные мероприятия. Нам не будет скучно. Это прекрасно. Мне нравится пробовать что-то новое и исследовать окрестности. На курорте также есть спа-салон. Мы можем побаловать себя и расслабиться. Звучит просто небесно. День в спа-салоне станет отличным способом расслабиться. Они предлагают ужин при свечах на пляже. Будет так романтично. Я уже могу представить себе, как мы наслаждаемся вкусной едой под шум волн. Курорт имеет отличные отзывы и высокий рейтинг. Настоятельно рекомендуется. Это вселяет в меня уверенность в том, что мы сделали правильный выбор. Я рада, что вы в восторге от этого. Это будет незабываемый медовый месяц. Я не мог и мечтать о лучшем месте и компании. Мы должны позаботиться о том, чтобы упаковать вещи в соответствии с погодой. Абсолютно. Я составлю список самых необходимых вещей, чтобы мы ничего не забыли. Важно иметь все необходимое для комфортного и приятного путешествия. Нам также следует проверить, нужны ли нам проездные документы или прививки. Это хорошее замечание. Нам также следует позаботиться об этих приготовлениях. Я благодарна, что вы нашли такое прекрасное место для нашего медового месяца. Я хочу, чтобы это было особенное время для нас обоих. Мы этого заслуживаем. Урок 12. Домашняя практика йоги. Привет, Анна. Вы нашли в интернете хорошие видеоролики о йоге для домашних занятий. Привет, Джон. Да, я обнаружил несколько отличных ресурсов. Они идеально подходят для занятий дома. Отлично. Я давно хотела включить йогу в свой распорядок дня. Йога. Это фантастический способ улучшить гибкость и снять стресс. Абсолютно. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по созданию видеороликов для новичков? Я нашла канал на YouTube, на котором можно найти последовательности занятий йогой для начинающих. За ними легко следить. Это именно то, что мне нужно. Я новичок в йоге и хочу начать со снов. Инструктор четко объясняет позы и вносит изменения для разных уровней квалификации. Это полезно. Я хочу убедиться, что я правильно делаю позы. Очень важно сосредоточиться на правильном положении, чтобы предотвратить травмы. Я согласен. Безопасность всегда должна быть приоритетом в любых упражнениях. Найденные мной видеоролики также включают сеансы релаксации и медитации с гидом. Это отличное дополнение. Я слышал, что медитация помогает успокоить ум. Да, это прекрасный способ обрести внутренний покой и уменьшить беспокойство. Мне не терпится попробовать. Как часто вы рекомендуете заниматься? Начинать с нескольких сеансов в неделю – хороший способ добиться стабильности. Звучит выполнимо. Я обязательно выделю время для занятий йогой. Не забывайте прислушиваться к своему телу и при необходимости делать перерывы. Я учту это. Важно соблюдать свои ограничения. Йога – это путешествие, и прогресс приходит со временем и практикой. Понимаю. Наберу терпение и получу удовольствие от процесса. Это правильный подход. Отнеситесь к каждой тренировке непредвзято. Я благодарна за ваше руководство. Это мотивирует меня начать свое путешествие по йоге. Я рада поддержать тебя. Уверен, что занятия йогой принесут вам огромную пользу. Спасибо. Я расскажу вам, как проходит моя домашняя практика йоги. Урок 13. Изучение национальных парков. Привет, Анна. У тебя есть предложение. Как насчет посещения близлежащего национального парка? Привет, Джон. Это фантастическая идея. Национальные парки предлагают захватывающую природную красоту. Не могу не согласиться с этим. Какой национальный парк вы бы порекомендовали? Что ж, у нас есть несколько вариантов. Один из близлежащих парков называется Национальный парк Эвергринвелли. Национальный парк Эвергринвелли звучит интригующе. Что мы можем там увидеть? Он известен своими густыми лесами, сверкающими реками и потрясающими видами на горы. Похоже, это идеальное место для погружения в природу. Абсолютно. Мы можем отправиться в поход, устроить пикник и даже понаблюдать за дикой природой. Похоже на веселый день. Рекомендуете ли вы какие-либо конкретные маршруты или развлечения? Речная тропа идеально подходит для неторопливой прогулки по берегу реки. Здесь безмятежно и спокойно. Звучит расслабляюще. Уверена, звук текущей воды успокоит. Если вы готовы принять вызов, с вершины горы открывается панорамный вид на тропу Summit Trial. Рассчитывайте на меня. Я обожаю хорошие походы с потрясающими видами. Мы также можем взять на прокат велосипеды и исследовать парк на двух колесах. Отличная идея. Это будет увлекательный и полный приключений способ познакомиться с парком поближе. И не забудьте взять с собой фотоаппарат. Будет много возможностей сфотографироваться. Абсолютно. Мне не терпится запечатлеть красоту парка через объектив. Это будет незабываемый день в окружении чудес природы. Я согласен. Время, проведенное на природе, всегда омолаживает душу. Кроме того, это отличный способ узнать об окружающей среде и оценить ее важность. Определенно. Природа может многому нас научить, если мы уделим время наблюдениям и слушаниям. Так и есть. Мы сможем восстановить связь с миром природы и самими собой. Я благодарна за это предложение. Это будет невероятное приключение. Я рада, что вы взволнованы. Я с нетерпением жду возможности вместе исследовать национальный парк. Спасибо за то, что ты мой друг по приключениям. Давайте оставим незабываемые воспоминания. Привет, Анна. Я исследовал несколько удивительных мест. Я добавлю их в свой список желаний. Привет, Джон. Это просто фантастика. Изучение новых мест – это всегда увлекательное приключение. Абсолютно. Можете ли вы поделиться советами по путешествиям или стратегиями упаковки вещей? Определенно. Один важный совет. Составьте контрольный список предметов первой необходимости перед упаковкой. Это разумный подход. Это помогает не забывать о важных вещах. Еще один совет. Возьмите с собой универсальную одежду, которую можно легко комбинировать и сочетать. В этом есть смысл. Это экономит место и дает больше вариантов одежды. Скручивая одежду вместо того, чтобы складывать ее, можно сэкономить место в чемодане. Я слышала об этой технике. Это хитрый трюк для экономии места. Не забудьте взять с собой набор туалетных принадлежностей для путешествий со всем необходимым. Хорошее замечание. Его легче перевозить и соблюдать правила авиакомпаний. А если вы путешествуете в другую страну, проверьте требования к напряжению вашей электроники. Это важно, чтобы не повредить устройство. Я это запомню. Я учту это при покупке нового чемодана. Упаковка кубиков может изменить правила игры и упорядочить ваши вещи. Я их уже видел. Кажется, они удобны для разделения разных предметов. Также целесообразно иметь при себе портативное зарядное устройство для электронных устройств. Это просто необходимо в наш цифровой век. Я обязательно возьму его с собой. Наконец, всегда имейте при себе ксерокопию удостоверения личностей и важных проездных документов. Это отличная мера предосторожности. Лучше быть готовым. Абсолютно. Эти советы помогут сделать ваши путешествия более удобными и приятными. Спасибо, что поделились этой ценной информацией. Я благодарна за это. Добро пожаловать. Надеюсь, они пригодятся вам в будущих приключениях. Я очень рад реализовать эти стратегии и получить более комфортные впечатления от путешествий. Уверен, они вам пригодятся. Удачных путешествий и приятного времяпрепровождения. Спасибо. Я обязательно запомню ваш совет. До следующего раза. Урок 15. Вступайте в клубы и заводите друзей. Привет, Анна. Я подумываю о том, чтобы завести новых друзей. О каком клубе ты думаешь? Привет, Джон. Это отличная идея. Я подумываю вступить в книжный клуб. Звучит интересно. Мне всегда нравилось читать. Какие еще клубы вы рекомендуете? Ну, здесь есть походный клуб для любителей активного отдыха, кулинарный клуб для любителей вкусно поесть и даже фотоклуб. Ух ты! Все это звучит как отличные варианты. Меня заинтриговал фотоклуб. Это отличный способ раскрыть свой творческий потенциал и познакомиться с единомышленниками. Я определенно склоняюсь к вступлению в фотоклуб. Есть ли у вас советы по поиску друзей в клубе? Абсолютно. Один совет. Будьте открыты и доступны. Улыбайтесь и представьтесь другим. В этом есть смысл. Дружелюбное и гостеприимное отношение может иметь большое значение для налаживания связей. Участвуйте в беседах и проявляйте искренний интерес к увлечениям и опыту других. Активное слушание и проявление любопытства – ключевые составляющие построения дружеских отношений. Не бойтесь планировать или предлагать групповые мероприятия за пределами клубных собраний. Это хорошее замечание. Проявляя инициативу, вы проявляете энтузиазм и готовность к общению. Кроме того, наберитесь терпения. Создание значимых дружеских отношений требует времени и усилий. Верно. Рим не был построен за один день, как и крепкие дружеские отношения. И помните, что разнообразие – прекрасная вещь. Используйте разные точки зрения и опыт. Абсолютно. Именно благодаря разнообразию мы учимся и растем как личности. Наконец, будьте собой. Аутентичность привлекает подлинные связи. Это важное напоминание. Лучше быть верным себе, чем притворяться кем-то другим. Именно так. Итак, попробуйте. Вступление в клуб может стать прекрасным способом завести новых друзей и реализовать свои интересы. Я в восторге от этого нового приключения. Спасибо за рекомендации. Добро пожаловать. Уверен, вы отлично проведете время и наладите полезные связи. Я с нетерпением жду этого. Ждем новых друзей и незабываемых впечатлений.